Спасибо организаторам. Значит, план у меня такой. Я собираюсь говорить про аукционы. И идея про аукционы на такой лекции, она примерно следующая. Когда рассказываешь про то, что с студентом или даже преподавателем не знакомо, всегда сложно, что это мне дается рассказать быстро. То есть, например, говоришь про марко-экономику или про центрального банка, то нужно играться на большое количество знаний. И экономисты, те, которые читают популярные лекции, как вот эти лекции научно-популярные, ищут такие темы, в которых возможно, с одной стороны, рассказывать про что-то простое, с другой стороны, чтобы можно было ясно показать выход в сложную теорию. И я собираюсь только на словах доказать одну теорему, про лекции сложной теоремы, рассказать. И кроме того, чтобы это все-таки имело какое-то отношение и к практике, прямо к реальной практике, и какое-то отношение к тому, что мы видим в мире. Потому что всегда хорошо, если ты экономист, и ты читаешь про что-то в газете или смотришь по телевизору, чтобы ты мог использовать то, что ты знаешь для лучшего понимания. Значит, мир главной практики такой. Я расскажу после вводной части, что такое аукционы, какие бывают стандартные аукционы, и потом поговорю про проблемы организации реальных аукций. Значит, сначала я хочу сказать просто так утверждение, что в современной экономической теории теория аукционов занимает совершенно непропорциональное место. Если посмотреть последние Нобелевские премии последних 15 лет, то из этих людей, кто получал Нобелевскую премию, половина примерно их работы была связана с аукционами и теорией аукционов. Я потом чуть подробнее расскажу, почему это такое. Значит, сначала, что такое аукцион? Аукцион – это любая продажа любого объекта, но если бы мы так сказали, мы бы ничего не определили, это было бы слишком общее. Но это такая ситуация, такая продажа, в которой цена, во-первых, определяется в процессе продажи, и, во-вторых, это что-то хоть в каком-то смысле одноразовое. То есть, если мы придем что-то, для чего есть, скажем, развитый вторичный рынок, то это аукцион неинтересно. Те, кто знакомы с ценными бумагами, если мы, то есть там правительство размещает, любое правительство каждый день размещает без красной недели, размещает свои облигации на аукционах. Но эти аукционы, они для нас не очень интересны, потому что для государственных облигаций существует такой хороший вторичный рынок, так четко определена на этом рынке цена, он такой ликвидный, что вот этого элемента разовости и стратегического поведения на первичном аукционе, его практически нет. Ну вот, я дальше буду привести к примеру, и это станет ясно. Но важно, это что это, какая продажа, какая цена определяется в процессе продажи. То есть, это не тот случай, когда мы приходим в магазин и что-то покупаем, потому что, когда вы что-то покупаете в магазине, то вы на цены не влияете. И это происходит не очень много раз, а какое-то большое количество. Значит, в каждом аукционе есть местных специальных участников и продавец. Значит, аукционы проводятся с разными целями, но самые распространенные две цели это такие. Во-первых, получить побольше денег за продаваемый объект. Во-вторых, чтобы объект достался участнику, которому он нужнее всего. Вот те, кто знаком с экономической теорией, знают, что это понятная цель, а эта цель, можно сказать, максимизации экономической эффективности. Например, когда российское правительство в 90-е годы приватизировало предприятие, то основная цель была не получить побольше денег. Основная цель была, чтобы объект достался тому, кому он нужнее всего. В принципе, эти две задачи, они иногда совпадают. Очень часто тот, кому объект нужнее всего, он и хочет платить побольше, иногда не совпадают. И что аукционы проводятся все памятные времена всевозможными способами. Буквально в любом учебнике по теории аукционов все начинается с примера, когда на аукционе была оплодана Римская империя. Во втором веке нашей эры какой-то император Пертинаксом задолжал еще немного денег своей гвардии. Тогда гвардия убила императора и сказала, что следующим императором будет тот, кто, во-первых, выплатит долги, во-вторых, заплатит как можно больше сверху этого. Ну, то есть, считайте, они продали императорство на аукционы. Кто-то нашел денег, заплатил, по-моему, три месяца императором, опять задолжал, его убили. Но, таким образом, первый пример был получше. С тех пор аукционы много использовались и римлянами. И до 19 века, например, трапы продавали обычно на аукционах. Также примеры аукционов недвижимости были в 17-19 веке. А сейчас, если вы посмотрите на то, что придет на аукционах, это самые известные аукционы, антикориаты и предметов искусства. Потом каждый день, я уже упоминал, правительство размещали государственные облигации на аукционах. Если какая-то фирма хочет продаться, или кто-то хочет продать фирму, то, как правило, сейчас это делает с помощью аукциона. Если фирма хочет разместить акции, то до самого недавнего времени обычным были переговоры с разными инвестбанками, которые получали право на первичное получение акций. Вот сейчас все чаще компании делают это с помощью аукционов. Наконец, большая часть приватизации последних 30 лет была с помощью аукционов. И сейчас еще важные примеры это продажа мобильного спектра и контекстная реклама. Я не знаю, многие из вас используются Google или Яндексом, но вы даже знаете, что если вы введете в поисковое окно, например, Яндекс от слова, от слова кофе, то вот здесь вот появится то, что Яндекс поисковое устройство искренне считает наиболее подходящим под запрос. Там есть несколько историй сложный алгоритм, основанный Костелл, конечно, основанный на теореме пробегинца, зенейной алгебре, который додает поисковую выдержку. А, например, вот здесь в Яндекс, вот здесь и... Здесь ссылки на, например, интернет-магазины и по слову кофе, которые смогли выбить кафе. И вот эти объявления, они размещаются за деньги. То есть, если кто-то хочет разместить свою рекламу в поисковой выдаче по слову кофе, то он может упасть к Яндексу, и вот здесь вот появится его реклама. Значит, спрашивается, а если там уже есть чья-то реклама, то как сделать так, чтобы объявил свою рекламу? Фактически Яндекс, ну и, соответственно, Гугл, они в каждый момент проводят, каждую минуту проводят аукцион. Если в эту минуту новый участник перебивает то, что было сделано предыдущим, то тогда появляется новая надпись. Теперь, перед тем, как я получил это число, я хотел задать вопрос. Сначала будет про английский. Во-первых, как вы думаете, на какие английские слова, введенные в гугле, дороже всего стоит контекстная реклама? Так вот, если подумать, какая реклама стоит дороже всего. Значит, я могу сказать, что эта цена обычно считается в долларах или в рублях за клик. То есть, вот сколько, как бы, компания, которая размещает рекламу, она платит в Яндексу или платит в Гуглу за то, что кто-то их новый, соответственно, перешел по ссылке. Значит, я вам два вопроса задал. Один вопрос. Какие самые популярные слова? Самые популярные для контекстных планов? Какие самые дорогие? Какие важнее всего? Вот. И, вроде, предлагают автомобили. Что вы думаете, автомобили? Нет, у меня есть. Ну, нефть, да. Вот, допустим, хочется вам купить нефть. Вы тогда гуглите нефть, и тут появляется справа ссылка, и вы сразу прыг туда и купить несколько разных. Действительно, со стороны нефти. Самые популярные запросы евро. Нет, 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 смотрите. Смотрите. Вопрос. Я оговорился, но у меня проект выбрали. Вопрос не в том, что самое популярное. Самое популярное. Вопрос в том, как бы, за что рекламодатели хотят больше всего платить. Мария Павлович, что нашел? Амазон. О, хорошо. Хорошо, я вам скажу слово. А вы попробуйте догадаться. Одно из самых дорогих слов в контекстной рекламе Гугла по-английски – слово «мизофилиом». Вот что? Болезнь? Да. Это тяжелое заболевание. Это рак, который возникает, если вы много времени работали в помещении с асбекцией. Значит, почему это может быть важно? Потому что нормальный у человека это слово вызывает вот такую реакцию. Вам доктор говорит, что у вас мизофилиом. Вы приходите домой и начинаете узнавать, что это. Но за эту болезнь можно получить очень большую компенсацию. Поэтому для юридических компаний очень важно представлять чьи-то интересные. а не готовы платить очень дорого. Это болезнь, да? Это болезнь, которая вызывается, которая развивается, если долго работать с асбекцией. Чем работать с асбекцией? Значит, можно взять штраф. Значит, вот здесь вот приведены слова, которые были самыми дорогими в 2016 году. Значит, клик на словах без лучший эгоист, работающий с мизофилиомой. Один клик приносит Google 935 долларов. То есть юридические компании, они конкурируют, они как бы делают ставки, чтобы платить Google за то, чтобы когда человек в Google позвонит и болезнь, там появлялась реклама, реклама их контора. И вот дальше, если посмотреть самые дорогие поиски, вот те словосочетания, на которые самое дорогое контекстное реклама. Это юристы. Да, это в основном юридические конторы. Тут, собственно, только одни юристы. Да. Но и цены огромные. Если вы задумаетесь, откуда берутся 70 миллиардов для того, вот это 90 процентов, это контекстная реклама, которая получает стабильный образ. И для того, чтобы ее размещать, они используют аукцион. Значит, хорошо. Следующий вопрос. Как вы думаете в России? Следующий вопрос. У меня российские самые дорогие слова. Отдельно для Яндекса. Ну, я посмотрел. Да, какие? Как выйти из запоя. Ну, это логично. Это логично. Это логично. Это логично. Это логично. Это логично. Правильно. Врачи, которые выводят из запоя. Особенно, если в сети клиник, конечно. Смотрите, должно быть сочетание. Это должен быть важный для человека запрос. И те, кто провайдеры этой услуги, фирмы, которые это производят, должны как бы реально рассчитывать, что человек захочет за это заплатить. Понимаете? Наркологи действительно много платят. И их действительно ищут с помощью поисковика. А вот этот механизм вашего аукциона, Яндекс.Директка, позволяет собирать сетектировать много денег. Интересно, что это одно исследование, платформа управления коротехной рекламы. И, судя по всему, лидеры по стоимости кликов Яндекс.Директ и лидеры по стоимости кликов Google AdWords, тоже на русском языке, они сильно разные. То есть люди ищут разные вещи в Яндексе и Гугле. Да. В Гугле пытаются купить машину. Ну, точнее, продать почти столько же раз, сколько купить. Потому что там бомбардов купили много раз. А в Яндексе просто страшное доминирование вызовов нарколога, например. Три Нобелевские премии по экономике, а по аукционам. Здесь статья говорит, что это самое доходное слово для Google AdWords, да? Иншуранс. Страховка. Это, смотрите, если брать большие категории, то да, это страховка, иншуранс и кредит рекорд. Да. Но то, что я показывал в таблице, это те конкретные слова, по которым самый дорогой польз. А суммарно больше всего набирают free-кредит-репорт, бесплатные отчеты кредитспособности и страховка машины. Ну, это 2014 год. Вот здесь вот цена за клик. Вот здесь вот сколько собирает Google AdWords. Ну вот 40... Это 200 миллионов, да? Или миллиарды? Нет, ну вот это 46 миллионов. 46 миллионов. Да. Видно, что страховка действительно очень много приносит. При том, что в Америке не так уж много страховых компаний. Просто они настолько жестко конкурируют, что действительно люди все время проверяют. Ну, нельзя ли получить страховку дешевле, чем уже есть. А вот второй синдзит Константин Александрович, это вот что такое? Ну, а, student loans. Второй синдзит. В Америке, если ты хочешь получить кредит на образование, это очень просто сделать. И условия гораздо круче, чем у других кредитов. А, кредит на образование. Да. Но, кроме того, есть много разных возможностей их зафинансировать. Опять-таки, вот на рекламу этого фирмы, размещаясь с помощью аукционов, он тратит 15 миллионов долларов. Хорошо. Теперь еще один пример. Еще один пример. Я не знаю, смотрели ли вы новости весной, но вот весной была такая очень шумная история и в Америке и по всему миру, когда пассажира, который не хотел выходить из самолета, вытащили насильный полицейский, разбили ему нос, сделали его мультимиллионером в результате, потому что Юнайт заплатила ему кучу денег, чтобы не доводить. Чтобы не доводить государство. Значит, ну, отсюда взялась эта история. Сум получила эта картинка, но взялась эта история из-за того, что авиакомпании продают на рейсы больше билетов, больше билетов, чем мест. Те, кто летает много, они это хорошо знают. И в Америке это распространенная ситуация, что сидишь перед посадкой самолета, и тут говорят, что мы продали больше мест, чем билетов, чем мест. Соответственно, никто не хочет уступить место за 150 долларов. И, соответственно, билет на следующий рейс в этот же год. И некоторое время за 300. Вот я в марте услышал 800 и начал уже думать, что сейчас еще типа на 200 долларов поднимут, и я подожду тут 5 часов и получу следующий рейс. Потому что все просто так 1000 долларов получить. Все-таки интересно. Значит, почему я привожу здесь этот пример? Потому что, в сущности, авиакомпания таким образом проделывает, она делает своего рода аукцион. Она организовывает такой рынок, и покупает их мест уже после того, как все билеты проданы. Причем, заметьте, она делает всем лучше. Алиакомпания лучше, потому что она зарабатывает несколько билетов. Тем, у кого уже куплен билет, им даже лучше. Потому что среди них может найтись человек, который лучше получит 500 долларов, чем полетит сейчас. И тем, кто хочет купить, когда уже все билеты проданы. Потому что этот человек, если сделка состоится, это значит, что он хочет заплатить много денег. Например, они проданы всем билеты по 400 долларов. И все места уже распространены. А дальше они как-то убунут. Вот если мы продадим еще один билет за 800, то, наверное, мы найдем кого-то, кто откажется с 600. Если он откажется, тогда авиакомпания получит 200 н. долларов. Тот, кто отказался, он получит 600 вместо полета в это время, ему лучше. И, наконец, тот, кто хотел заплатить 800, ему тоже стало лучше. Подумайте, всем стало лучше от этого. От того, что авиакомпания придумала такой механизм «Исперединила пациента». Здесь нужно сделать сноску. Почему же полицейские вытаскивали этого человека из самолета? Вот как ни странно, во всем виноват тут не рынок, а виноват, наоборот, социализм. Потому что авиакомпании было запрещено повышать цены на билеты больше тысячи долларов. Прямо такое было положение для авиакомпании. Поэтому они доторговались до 900, и возможно, что пассажиров продолжали ждать. И после этого не имели права дальше повысить. Потому что, как вы понимаете, если бы они имели права дальше повысить, какая-то цена бы нашлась. При какой-то цене кто-то был с пассажиром. Согласился бы, согласился бы уступить в место. Но поскольку они не могли повыситься, то цены нельзя. Было повыситься, соответственно, получился такой сбор. То есть, спать полицейских, которые разбили пассажиров у нас. Но я также думаю, что в тот момент, как это все стало скандалом, он уже тоже понял, что пассажиров у большинства. Ну... А сколько бы заплатили? Это неизвестно. Но это десятки миллионов. Десятки миллионов? Да, должно быть, чтобы. Ну, не знаю, может, маленькие десятки, но... Судиться так дорого и в такой ситуации так сложно. И это настолько наносило большой ущерб на авиакомпании то, что это было основными телевизионными новостями все время, что невероятно, что они хотели с этим справиться. Ну так, что мы все немножко платили. Те, кто летают в United или в Ганзи, все немножко платят это пассажиру. Потому что у нас в United. в Ганзи. Так. Хорошо. Значит, этот пример я для чего привел. Пример того, что вот когда думаешь про аукционку, вот есть в голове модель, модель аукциона, то тогда ее можно применять к анализу ситуации, о которых мы лично взлетали, читая же газеты. Потому что в истории про этого человека в нем, конечно, не было разговора про аукцион. Но если у нас есть модель идеи аукциона, тогда мы понимаем, что то, что с ним произошло, и то, что вот весь этот механизм продажи дополнительных дилетов для места, которых нет, это в сущности аукцион. Тогда экономическая теория осуществляет свою главную функцию, помогает нам принимать реакцию. И, в принципе, очень часто, когда экономист про что-то рассуждает, когда он строит модель какого-то рынка, на котором определяется цена, то он моделирует его и представляет себе это именно как аукцион. Когда мы моделируем финансовый рынок, когда те люди, которые торгуют акциями или облигациями или финансовыми активами, когда они рассчитывают свои формулы, то фактически у них в голове есть некоторая модель постоянного происходящего аукциона, на которую они накладывают дополнительные условия и получают формулы для цены. Ну и также предыдущий пример про самолёт, он показывает, что когда мы в какую-то ситуацию вводим такой элемент рынка в виде аукциона, то экономическая эффективность повышается. Я вам рассказал про ситуацию, когда у нас уже все билеты проданы, и дополнив вот такой возможностью, продав дорогой билет на занятое место и потом торгуюсь за то, чтобы это место освободить, можно всем сделать лучше, то есть к настоящему повысить экономическую эффективность. Хорошо. Значит, я теперь расскажу про самые главные виды аукционов. Когда мы будем говорить про главные виды аукционов, мы узнаем, какие элементы организации важны для достижения разных целей. Значит, вообще на практике для любого аукциона важно это сколько мы продаем объектов, потому что, конечно, если мы, например, что-то приватизируем, мы можем их продать как один объект, а можем продать как маленькие пакеты акций, когда мы их продаем как много. А когда мы продаем дополнительные билеты на авиарейс, это тоже много объектов. И важно, каким образом мы проводим эти аукции. У нас все время будут участники, аукционисты, покупатели. И, конечно, в любом аукционе важны потенциальные покупатели. Те, кто не приходит, но, в принципе, могут иметь. Значит, важная часть любого моделирования аукционов это то, что есть неполная информация. Потому что, вы представьте, что я хочу что-нибудь продать. Допустим, это очень ценная вещь. Представьте, что он сиреный, из белого золота. Я хочу получить за это как можно больше денег. Представьте, что я про каждого из вас, потенциального участника, знаю в точности, какая сумма делает вас безразличной к покупке этого объекта. Что значит делать безразлично? Допустим, Владимир Владимирович оценивает это в 52 тысячи рублей. Если эта сумма безразлична, то значит, что если я ей продам за 51 тысяча 900, она будет счастлива. не должна на 100 рублей. А если я ей продам за 52 тысячи 300, то это уже как бы... А если, например, за 55 тысяч, то это совсем не то. То есть концепция ценности как резервной цены. Понятно? То, что максимально готовы заплатить. Если заплатить больше, то уже не счастлив. Если заплатил меньше, то уже счастлив. Чем меньше заплатил, тем, естественно, для экономического собъекта лучше. Так, ну вот теперь отлично. Представим, что я продавец. Я знаю про всех, во сколько они стоят в этой статье. Я знаю про каждого человека и его резервную цену. Тогда очень просто продать подороже, да? Я просто смотрю, у кого самая высокая резервная цена, то скажу к нему и говорю, на 2 копейки меньше, чем у кого резервная цена. Отлично. Тогда бы не было никакой проблемы с продажей. Не нужно было бы проводить аукционы. Это значит, что ключевая вещь, которая делает необходимость при ведении аукционов, это то, что мы эту ценность, ценность объекта продавец не знают про участников. Он не знает, сколько люди готовы заплатить. Спрашивается, почему тогда нельзя спросить? Почему они могут спросить? Давай, Владимир, сколько вы готовы заплатить за это? Скажи. Может быть, хуже? Может быть, хуже? Меньше. Вы можете сказать меньше? Можете сказать... Помните, вот 52 тысячи. Вы можете сказать... Двадцать десять. Десять. Что сказать для вас? Да, только для вас десять. И для вас двадцать. Да. Соответственно, спросить не помогает. Как часто в экономических моделях, если у вас были модели принципал агента, если у вас были любые модели не полной информации, то там всегда такая ситуация, что если участник спросить просто, то он скажет неправду. Ну, в экономическом смысле. Он скажет то, что я могу сказать, а не то, что есть на самом деле. Ради этого, ради того, чтобы информацию из людей вынимать, ради этого и существует аукцион. Значит, хорошо. Аукционы экономисты себе представляют так. Они представляют себе как стратегическую игру, в которой каждый участник, он знает, или как-то имеет какую-то оценку, во сколько он ценит объект. Он знает резервную цену, такую, что он больше платить точно не хочет, но готов купить за столько. Тогда ему все равно, а если он купит чуть дешевле, то ему уже хорошо. И, соответственно, то, что мы изучаем, это происходит в равновесии. То есть каждый участник знает, какие стратегии используют остальные, но он не знает, во сколько они ценят объекты. Значит, на примере будет проще. Начнем с самого простого типа аукциона. Аукцион такой, называется английский аукцион. И вообще еще называется и после. Значит, английский аукцион – это открытый аукцион. Это вот то, когда вы видите аукцион в кино, это обычно такой аукцион. То есть вот есть объект, и участники, они называют все большую и большую цену, и объект достается тому, кто последним повысил цену. Когда больше выкликов нет, никто не повышает все, ему объект он отдает деньги. Значит, в принципе, на практике можно ввести это значение на шанс, например, что обязательно повышается каждый раз на 100 рублей. Его можно проводить анонимно, его можно проводить в электронном виде. Вот, может быть, самый простой способ себе это представлять, это так называемый японский аукцион. Японский аукцион выглядит так. Вот, есть просто табло, на нем держит вверх цена. А все участники сидят и держат палец на кнопке. Как только отнимаешь палец от кнопки, все, перестаешь участвовать в аукционе, ты выбор. А аукцион прекращается в тот момент, когда предпоследний человек отрывает палец. Вот, когда остается только один человек, держащий палец, в тот момент цена на табло замирает, и все. Тот, кто держит палец, в тот момент цена на табло. Значит, вот теперь простой вопрос. Простой вопрос. Вот представьте, что каждый знает совесть объекта для себя. И вы участвуете в таком аукционе. Вот, цена на табло, у вас палец на кнопке. Такая будет стратегия. Что нужно делать? Дайте кому-нибудь еще ответить. Уже пятерка. Пятерка с плюсом. Так что делать? Ну, сначала куда ждать? Сколько ждать? До какого момента? До какого момента? Правильно, ждать до своей резервной цены. Ждать до своей ценности. Правильно? Потому что глупо держать больше, потому что даже не хотите заплатить больше, чем та сумма, которая сделает вас безразличной. И в то же время глупо снимать палец раньше, потому что вдруг все снимут палец в следующий момент, когда вы получили объект, а так не получится. Отлично. Так и есть. Это правильный ответ. Это моя лучшая стратегия. Значит, посмотрите, какое здесь есть интересное наблюдение. Для того, чтобы следовать этой стратегии, а это лучшее, что можно делать в таком аукционе, вовсе не нужно знать, во сколько ценят объект остальные участники. Вам про других людей вообще ничего не нужно знать. Вам не нужно знать, они там очень хотят, не очень хотят. Ваши собственные оптимальные действия никак не от чего не зависит. В принципе, для фирм, которые участвуют в аукционе, это может быть очень большое дело. Потому что, если вы большая фирма, вы, например, участвуете в аукционе за какой-нибудь там большой объект, не знаю, за здание, или за площадку, или за право в какой-то государственный контракт осуществлять. Если аукцион проводится по такой схеме, вам не нужно думать, что делают ваши конкуренции. Вам нужно оценить только все там прибыли и издержки для себя. Вам не нужно заказывать анализ выгод и издержек конкурентов. Это очень большое преимущество такого формата. Так, хорошо, посмотрим на другой формат. Называется аукцион первой цены. И тут правила такие. Опять, каждый участник знает ценность объекта для себя. И все пишут ставки в конвертах. И объект достается тому, кто написал в конверте самую высокую ставку. Кто видит в плате то, что написано в конверте, и получает объект. Значит, скажите мне, что нужно описать со своей заявки. Вы знаете ценность объекта для себя. Вот, что определенно, что не нужно описать свою ценность. Если вы напишите свою резервную цену, то что будет? Тогда вы либо проиграете, если кто-то напишет выше, и получите ноль. И вы выиграете, и тоже получите ноль, потому что вы отдадите ровно столько, сколько он для вас стоит. То есть уж точно нужно писать что-то более низкое, чем ваша резервная цена. И, посмотрите, мы на простом примере видим, что здесь стратегические стимулы совершенно другие. В английском аукционе не нужно было интересоваться, что там думают другие участники. В этом аукционе это очень важно, потому что вы пишете ниже свои резервные цены, а на сколько ниже. Это зависит от того, что вы думаете, насколько сильно хотят выиграть ваши конкуренты, насколько они ценят объекты. Потому что здесь так, чем больше число вы напишете в конверте, тем больше шансов, что вы выиграете. Но чем больше вы напишете число, тем больше придется платить, когда вы выиграете. И вот эти две стимулы, они действуют в разные стороны. Хочется написать побольше, чтобы выиграть, хочется написать поменьше, чтобы поменьше платить. И, казалось бы, небольшая разница в правилах, но в этом аукционе, если в этом участвует фирма, нужно анализировать не только, сколько наша фирма получит, если бы выиграли. Но нужно анализировать то же самое про всех наших конкурентов. И, соответственно, этот аукцион накладывает гораздо больше издержки на изучение ситуации для участников. Теперь следующее. Теперь следующее. Аукцион. Вызывается голландский аукцион. Рывается так. Берется какой-то объект. Я говорю, кто хочет это за миллион рублей? Все, что они молчат. За 500 тысяч. Все молчат. 300 тысяч. 100 тысяч. И так снижаем, снижаем. Снижаем до тех пор, пока не раздается первый объект. В некоторых моментах аукцион прекращается. Объект достается тому, кто первым выпекнул. И он платит ту цену, на которую он остановился. Значит, в принципе, в жизни такие аукционы проводят. Например, исторически в Голландии это две названия. Продавали тюльпаны и до сих пор продают оптовые торговцы цветами. Их продают розничным торговцам. Как же утро. Вот с помощью такого главного аукциона. И в Израиле и Японии продают свежую рыбу. Вот только оптовые торговцы. Рыбаки продают розничным торговцам. Значит, первый вопрос. Практически не экономический. Почему на таком аукционе удобно продавать тюльпаны из свежего рыба? Да. А этот аукцион, по сравнению с теми, которые мы обсуждали, он не только прост, но он еще и более тихий. Потому что в английском аукционе все выпекивают. Представьте, какими должны быть горлазками казаться тюльпанов. А при голландском аукционе все молчат. Да. Потому что тишина. И с первого выпеки он прекращается. И, соответственно, они на практике очень удобны. Вот у меня мой, может он американец, он умный в этом не говорили, 15 лет назад. Он торговал в свой дом. Пропустил объявление местных газеток, что цена будет снижаться каждую неделю на 5 тысяч долларов. Что начальная цена была на 220 тысяч. И вот цена снижается каждую неделю на 5 тысяч. И будет снижаться в ночи, субботы. Субботы на воскресенье. И первую неделю был снегопад. Что вообще для Вашингтона необычно. И они думали, что к ним никто не приедет. Но поздно вечером в субботу вдруг. Приехали люди и сразу договорились. Ну, то есть купили. Конечно, спрашивается, почему эти люди не могли подождать полуночи и снижение до 5 тысяч. Это указывает на то, что в этом аукционе тот же самый стратегический выбор, что и в аукционе первой цены. Хочется, с одной стороны, выкрикнуть пораньше, пока никто другой не выкрикнул. С другой стороны, хочется подождать подольше. Потому что чем дольше ждешь, тем ниже цена, которую платишь. Правильно? И вот здесь, вот здесь, есть такая разочная вещь, которая стоит обратить внимание. Вот, посмотрите. Я вам рассказал сейчас про три формата аукционов. Про аукцион первой цены. Про аукцион первой цены. И про голландский аукцион. Вот, на самом деле, голландский аукцион – это в точности один из двух предыдущих форматов. Это в точности такая же стратегическая игра. И если использовать формулу, по которой рассчитывать, в какой момент выкрикивать, то это окажется один из двух предыдущих аукционов. И попробуйте угадать, какой из них. Голландский аукцион – это аукцион первой цены или английский аукцион? Да, это аукцион первой цены. Потому что… И выкрикивать тут нужно ровно при той же цене, которую писать в конверте. Да. Значит, ну посмотрите, какая парадоксальная вещь. Мы употребляем слова «открытый» и «закрытый». Потому что вот это здесь все происходит на глазах, а в закрытом аукционе мы пишем «конвертый». Но, еще раз, мы только что обсудили, и это можно доказать строго, что голландский аукцион в точности аукцион первой цены. То есть он такой же закрытый, как когда мы подаем зарядку конверта. Ну и действительно, действительно, в английском аукционе мы, в принципе, глядя на то, как торгуются другие участники, мы можем поменять свою оценку объекта. Например, представьте, что вы сидите на аукционе «Слобе», и там торгуется какая-то второсортная картина семнадцатого лета. И вдруг вы видите, что кто-то предлагает себе очень высокую цену. Вы начинаете думать, вот я что-то не понимаю, а что-то не второсортное. Может быть, это вермея, просто еще не открытый. Люди живут предлагать такие деньги, если бы это была такая-то ерунда семнадцатого лета. Соответственно, вы тоже начинаете себе торговаться, они тоже себе торгуются, и ваша оценка объекта меняется. В галантском аукционе этого не может произойти, вы здесь не можете ничего узнать. Потому что если в нем хоть что-то происходит, то аукцион уже кончается. Если кто-то что-то выкрикнул, то все, аукцион кончился. То есть в галантском аукционе вы должны решить момент, когда вы будете выкрикывать. Если никто не выкрикнул, тематически это условно на том событии, что никто не выкрикнул до этого момента. А заранее, перед аукционом. Значит, вот обращаю внимание, что кажется, такая прозрачная вещь, что что-то открытое, что-то закрытое. Но как стратегическая игра, голландский аукцион – это абсолютно закрытая вещь. Это как по аукциону при Алицине. Так что нужно обманываться тем, что что-то происходит на беду. Стратегически, как экономическое взаимодействие, это может быть абсолютно закрытая вещь. Значит, хорошо. Раз уж мы заговорили про картину, раз уж мы заговорили про картину. Есть такое явление, которое называется «Проклятием победителя». Этот пример часто приводится с картинами, но я его могу привести с нефтяным полем. Я понимаю, что тут много людей, которые гораздо больше меня разбираются в нефтяных полях, но у нас тут полная абстракция. Есть нефтяное поле. И есть участники аукциона. И у каждого участника есть какая-то оценка запасов. Значит, оценка какая может быть. Кто-то там пробурил скважину, посмотрел, сколько в этой скважине. Это что-то говорит о том, сколько во всем поле. Кто-то заказал экспертизу, ему там эксперты что-то посчитали. У каждого есть своя оценка. Значит, не представьте, что вы участвовали в аукционе и вы этот аукцион выиграли. Да? Вот, скажите мне, тот факт, что вы выиграли аукцион, что это говорит о качестве вашей предварительной оценки? Она была самой точной? Она была самой рациональной? Нет. Это говорит о том, что на самом деле вы были самым оптимистичным. Ваша оценка была самой смещенной. Тот факт, что вы выиграли, означает, что вы почему-то думали… Не только просто для него ценности. Ну, я потому привел пример нефтяного поля, потому что ценность нефтяного поля – это примерно количество запасов нефти. Она примерно одинаковая для всех. Ну, есть разные издержки добычи для разных компаний. Но ценность, она примерно одинаковая для всех. Правда в том, что мы ее все не знаем. И у нас есть разные оценки. Вот тот факт, что ты выиграл, означает, что ты не самый реалистичный. Что ты был самый оптимистичный из всех. Что вообще-то, с точки зрения максимизации прибыли, плохие новости. Если вы про что-то узнали, что вы были самым оптимистичным, это нехорошо, это плохо. Но это явление называется проклятием победителя. Что тот факт, что вы победитель, означает, что вы в процессе были самым оптимистичным, самым переоценивающим результатом. Значит, казалось бы, хорошее понятие – проклятие победителя. Однако, к сожалению, проклятие победителя, на самом деле, является вовсе не проклятием того, кто выигрывает аукцион. А это проклятие победителя, оно является проклятием продавца. Потому что в таком аукционе, где возможно такое явление проклятия победителя, в нем все участники, они это заранее учитывают. Они все очень осторожно торгуются, чтобы учесть то, что если они победят, окажется, что они были самым оптимистичными. Собственно, это были аукционы в 70-е годы, которые принесли гораздо ниже, гораздо более низкие доходы продавцам, чем рассчитывали. И вот тогда появилась эта теория про проклятие победителя, которая дает низкие доходы продавцам. Хорошо. Хорошо. Значит, еще один формат. Называется «Аукцион второй цены» и опять участники делают ставки в конверте. Опять объект достается тому участнику, который написал самую высокую ставку. Но теперь победитель платит не то, что у него написано в конверте, а то, что написано в конверте у того, кто занял второе место. Второе место. Второе место. Значит, во-первых, заметим, что этой второй цены есть естественный экономический смысл. Мы, например, цена приготовили спрос на предложение. У нас предложение 1. Нам нужно, чтобы спрос получает единицы. Значит, эти аукционы еще называют аукционными веками, потому что их изобрел парень, который я написал в будущем. И экономисты их очень любят. Потому что у них есть замечательное свойство. Во-первых, попробуйте это замечательное свойство открыть. Значит, вот каждый опять, каждый знает ценности объекта для себя. Правила вот такие. Убедитель платит вторую цену. Что вы теперь будете писать в качестве своей ставки? Более высокую, чем ценность для вас? Нет, более высокую, чем в первой цене? Это точно. Чем в первой цене? Да, конечно. Но можно и лучше сказать, что вы будете писать. Собственную цену. Да, вы будете писать собственную цену. Собственную резервную цену. Значит, опять, это очень удобно. Просто не нужно думать про других участников. Просто пишешь собственную цену. Значит, это некоторая теорема, которую я сейчас на словах накажу. Значит, оптимальная ставка участника – это в точности ценность объекта для него. Значит, вот представьте, что вы последний участник, который еще не написал свою заявку. Все остальные уже подали заявку, они лежат на столе у продавца. Значит, от того, что вы сейчас пишете в свою заявку, не зависит, сколько вы заплатите, если выиграете. Правильно? Потому что сколько вы заплатите, если выиграете, это уже лежит на столе. Вы просто не знаете, но оно там лежит. Это максимальный дисспект, который лежит на столе. Соответственно, если вы напишете свою резервную цену, то это как получится? Если это резервная цена ниже той цены, которую вы заплатили, если бы выиграли, вы тогда проиграете, и хорошо. Потому что, значит, пришлось бы заплатить больше резервной цены. Если ваша резервная цена выше той неизвестной вам цены, но уже определенной, которую вам придется заплатить, тогда вы выиграете, и вы выиграете ровно в тех случаях, когда вам хочется выиграть. Соответственно, вы не можете ничего сделать лучше, чем просто написать ценность объекта для себя. Это в существенно строгое доказательство. Значит, теперь, когда мы поговорили про вот эти четыре формата аукциона, мы уже увидели, что два из них, английский аукцион второй цены, они очень удобны. Они очень удобны в том смысле, что для того, чтобы в них играть, для того, чтобы в них что-то делать, не нужно ничего знать про остальных участников. Нужно только для себя все определять. Опять-таки, если мы торгуемся за какую-то мелочь или даже за картину, это не проблема не знать, что там думают остальные. Но если крупные фирмы там делают ставки при слиянии и поглощении, то посчитать за другую фирму, какая на нее будет прибыль, это могут быть огромные затраты. Соответственно, это большое удобство в этот форматах. Но в этих форматах есть и проблемы. Например, в аукционе второй цены есть другое равновесие. Например, такое. Вот подаем нам с вами второй цены, этот вот объект. А вы, участники, допустим, без меня сговорились. И вы, Вадим, предлагаете за него миллион рублей, чуть не сказать миллион долларов, ну пусть миллион долларов, а все остальные пишут ноль. Значит, будет ли это равновесие? Будет ли это равновесие? Это будет равновесие, потому что никто из участников не будет отклоняться никуда, потому что что-то отклониться. Это написать больше миллиона и заплатить миллион. За то, что миллион не стоит. В Владимире тоже нет никакого резона отклоняться, потому что она платит ноль. Правильно? Она получает бесплатно. Поэтому это сговор, и этот сговор устойчивый. Тут, наверное, часть смеха связана с тем, что все уже придумали, каким образом один участник может подгонять. Говорю, Вадим, я написал, например. Девятьсот? Девятьсот? Да. Значит, сговор здесь устойчивый. А вот представьте, как такой же сговор выглядел бы в аукционе первой ценой. Да? То есть как можно было бы договориться, что все пишут за яхтут ноль, а в Владимире пишут три копейки. Правильно? Но это неустойчиво. Правильно? Потому что любой, я думаю, что 4 копейки выиграют. Аукцион первой ценой сговориться невозможно. Значит, теперь скажите мне, как вы думаете, в английском аукционе можно сговориться? Или, видите, устойчивый сговор? Ну, представьте, что вы без меня, без продавца, сумели узнать, кто целит объект выше всего. Как вы? Не знаете. Сможете так сговориться, чтобы это было подновесно? Вам есть? Можно? Да? Цена максимальная 10 тысяч, которую он готов заплатить. А выше этой цены не подалит. Он готов за нее заплатить, допустим, 50 тысяч, а заплатит только 10 тысяч. И вот эти 40 тысяч, допустим, говорят, мы больше не будем продавать. За 10 – забирай. Да. И он готов по факту забрать за 50. И вот эти 40 тысяч он, в принципе, может… Да, правильно. Они могут сговориться, и действительно, вот если этот участник просто сделает такой, как первый шаг, заплатит минимальную цену, а все остальные будут сидеть и молчать. Сидеть и молчать. Значит, почему они будут сидеть и молчать? Потому что они ничего не могут выиграть. Они же знают, что если они начнут продаваться, они ему в итоге проиграют. Единственное, что они могут сделать, это сделать позже ему. Себе они никак не могут стоять. То есть сговор устойчив к английскому аукциону. Вот кажется, какая вот эта абстрактная ерунда. Но вот коллеги постарше, кто помнит приватизационные аукционы 90-х. Значит, все приватизационные аукционы были английскими аукционами, кроме одного. Значит, все эти английские аукционы, они все происходили совершенно одинаково. Первый входящий повышал на минимальный шаг минимальную цену, больше никто не делал никаких ставок, и аукцион завершился. Один аукцион был приведен как аукцион первой цены. Это аукцион 25% пакета связи инвестов в 1997 году. Значит, это аукцион в казне одна невероятная сумма в 1,7 миллиарда долларов. Больше, чем все остальные приватизационные аукционы, но есть и взятые. В нем, очевидно, не было сговоров, потому что вторая ставка была 1,4 миллиарда. То есть разница. Понятно, если бы они сговорились, то у них не было разницы в 300 миллионах. То есть, как я говорю, кажется совершенно абстрактной теорией, но вот на перемене российской приватизации 90-х, а это все-таки была приватизация мировой истории, в этом случае по объему активов, это все просто совершенно идеально подтверждается. Для тех, кто не помнит 1997 год, я хочу сказать, что несмотря на то, что аукцион первой цены, аукцион связи инвестов, он, казалось бы, был очень удачным, в смысле денег, но кончилось все равно плохо, потому что те, кто проиграли, это аукцион они устроили больно против правительства, исследование правительства, а тогда те, кто... В общем, это все потом плохо кончилось. Это не было ничего хорошего, но цели аукционов, на примере российской приватизационных аукционов, вот эта устойчивость сговора подтверждается просто совершенно замечательно, как будто нужно в учебниках. Значит, теперь давайте я еще как-то приведу развертый пример, и я надеюсь, что вы видите. Значит, самый простой способ, как человек участвует в аукционе, это пойти на eBay и там что-нибудь продать, если у вас есть что продать, и что-нибудь купить, то есть вам хочется что-нибудь купить. Значит, что там происходит на eBay? Там есть и группировки аналогов, но eBay – это самая надежная, самая крупная площадка для аукционов. Значит, надо сказать, во-первых, eBay – это площадка, то есть на нем люди продают и покупают, но сама фирма, она осуществляет только транзакцию, то есть вы платите кому-то, а этот кто-то посылает вам по почте объект, который он продал. Значит, соответственно, когда сделка осуществляется, то есть возможность поставить там отметку, удачный будет продается или нет, таким образом как-то контролируется, контролируется репутация, потому что, если, например, кто-то не пошлет по почте, то есть маленький предмет, конечно, глупо, на это когда вы в суд или писать себе бедно в полицию, соответственно, на репутацию этого человека, этого продавца, будет испорчен. Значит, тогда там продается какой-то объект. Там что написано? Там написано «начальная ставка», здесь вы вводите свою ставку, здесь вот написано «цена, по которой можно купить объект сразу», ключи от аукционе, конечно, эта цена намного выше, чем обычно кончается аукцион, но это просто для некоторых людей. Вот здесь написано «время», когда кончается аукцион, вот эта конкретная аукцион кончается через 6 дней 19 часов, потом есть какие-то дополнительные платы за присылку, обычно маленькая, значит, и можно повышать ставку, другие люди тоже повышают ставку, и в момент окончания аукциона тот, чья ставка выше всего, он платит эту цену и получает объект. Значит, спрашивается, спрашивается. Например, много, можно почитать про правила этого аукциона, я вот читал эти правила, я помню, что я их читал 15 лет назад, когда появились только первые правила, я прям помню, вот, читаешь правила и думаешь, а что если сделать такое, придумал какую-нибудь там схему, которую можно в принципе осуществить, вы учитываете все правила, там уже написано, что это как раз и запрещено. В частности, судя прочего, запрещено, например, договориться с какими-нибудь друзьями, чтобы они повышали цену на тот продукт, который вы приступили на продажу. Так. Отлично. Значит, вот, скажите мне, как я описал, что это за аукцион на ИДе? Вот из трех видов, которые вы обсуждали. Английский аукцион. Первый ценой аукцион. Второй ценой. Выглядит это английский аукцион. А на самом деле, когда вы пойдете сюда, вас спрашивают, не хочу ли вы повысить эту цену, а вас спрашивают, какая ваша максимальная ставка. И максимальная ставка, она работает в следующем образом. На этом можно писать? Это революмная, дросс. Революмная. Сейчас не пишу, на чем-нибудь делаться. Пошел. Значит, ну вот, кто там где-то, например, стоит, там, минус текущей ценой, почти пятьдесят, пятьдесят, шесть долларов, и минимальная ставка двадцать пять долларов. Если вы введете туда, если вы введете туда, что ваша ставка, что вы готовы заплатить максимуму две тысячи долларов, что она делает машина, она поменяет высшую цену на и вот это будет, это будет висеть в качестве самой высокой цены. Если придет, если аукцион так и закончится, вы вот столько заплатите. Если придет кто-то, скажем, сделает ставку тысяч семьсот доллар максимальный, в виде вот этой максимальной цены, тогда на того, что появилось, на тогло у вас остается 1825, и вы по-брежнему будете тем человеком, у которого с вами высокой ставки. Понятное правило? когда вы введете максимальную, то машина как бы за вас торгуется до такой суммы. Шапка. Что? То есть, машина все равно не на шапке. Нет. Если кто-то ввел 1800, то она как бы его опережает наша в рамках тех денег, которые вы им сделали. То есть, когда вы пишете, до какой суммы она может за вас торговаться. Но если никто не пришел, то она за вас не будет торговаться. Она за вас не будет торговаться. Это означает, что то, что выглядит как английский аукцион, на самом деле это просто аукцион второй цены. Даже не нужно, сюда не нужно много раз переходить и перебывать любящие ставки. Вы можете просто сразу написать свою резервную цену и машина за вас торгуется. До этого или выиграет до этой ставки, и вы получите какую-то товаритную полезность. Или вы проиграете, но у них на товаре будет. То есть, будет хорошо. Значит, Мы только что говорили, что аукцион второй цены он не устойчив в голову, и он легко сговорится. Но eBay, плотнейшая площадка аукционная, она этого не боится. Ну, действительно. Потому что объекты относительно недорогие. Участников очень много. Все могут быть аукционными участвовать, либо участвовать в результате, чтобы быть и участвовать. Соответственно, сбор между участниками очень невероятен. Поэтому здесь можно не бояться. А в аукционах например, приватизационных, где на мастильную компанию, экономическая компания может только совсем небольшое количество покупателей, там, конечно, сговора большая проблема. Соответственно, там аукционы продаются не давали. Есть и аукционы. Какие проблемы аукционы? А здесь это не проблемы аукционы. аукционы аукционы и аукционы в Крыме, что в 19 веке таким же образом были устроены аукционы аукционы марок. вот об этом не можем знать. В моей молодости марки были очень большие цены. аукционы аукционы и дальше они торговались как аукционы второй цены. Значит, я расскажу про еще один формат аукциона и на этом почти осталось. Значит, еще один формат аукциона это аукцион с которым платят все участники. Его можно проводить двумя способами. Один способ каждый знает ценность для себя после этого пишет заявку в конверте объект достается тому, кто написал самую высокую заявку но платят все столько, сколько написано заявку независимо от того выиграл или проиграл. Можно сразу подменить потому что они заявки значит, другой вариант другой вариант этого аукциона это то, что продаются объекты скажем объявляется начальная цена и дальше все торгуются в английском аукционе но каждый платит то на чем он останавливается. Да? Независимо того, выиграл или привел. то есть этот объект тот кто торговался до самого высокого оплатят все кто участвовал. Вот я помню я когда-то на советской деятельности я подавал например 100 рублевки где-то 1 метр экономики после повышения комплектации в чем преимущество из 1000 рублевки как объекты продажа потому что она всем приносит одинаковую соответственно ну мне просто не хочется это делать со взрослыми не будем делать начали бы со ставки минимальных 100 рублей и потом добавляешь по 100 рублей и торгуют значит у этого аукциона есть такое свойство что вот ты торговался допустим в 200 рублей тебя перебили 400 рублями а ты думаешь так если я скажу если я промолчу то значит я просто отдам 300 если я скажу 500 то может больше никто ничего не скажет я заплачу 500 но отдам ну я же получу 1000 и вот если вы будете проводить такой аукцион вы заметите что вот эта мысль что людям кажется что когда они дойдут доставки в 1000 рублей то эта мысль перестанет действовать этот механизм подпалки нигде не перестанет потому что если вы например отдали 1200 рублей то есть вы предложили 1200 рублей а у вас перебили 1400 рублей а вы думаете так сейчас скажу 1400 и тогда потеряю всего 400 я сплачу 1400 а мне отдадут 1000 а как я потеряю 1400 и так торгуемся дальше и дальше и дальше в принципе народ обычно обычно ну можно обычно продолжать проговаться вам нужно лишь чтобы два человека наглядеть на это уже на это можно немножко заработать если правильно анонсировать математическую модель конечно здесь говоря таким металлическим языком здесь нет равновесия чисто стратегии здесь равновесия только смешных стратегий значит последнее то что я хотел сказать это какой аукцион лучше если единственной целью является организация если я хочу чтобы была цена побольше какой аукцион из тех которые мы обсуждали наносит самую большую деньги что вам интуиция подсказывает интуиция должно подсказывать что все сложно интуиция должно подсказывать не кураж да вы думаете в этом аукционике я писал последнюю в котором платят через часы когда всех дают деньги но блин денег не он только сказал в первый момент такая мысль как здорово что деньги от всех но с другой стороны понятно что все тогда будут просто класть очень мало денег когда оптимальные стратегии такие что вовсе непонятно я соберусь 60 человек но может быть только меньше чем с одного победителя в опционе цены действительно можно доказать совершенно определительный математический результат в моментах математических предположений что ожидаемые доходы от всех таких аукционов все одинаковые нужно предполагать что участники одинаковые симметричные может еще математические предположения но даже в этом виде это это результат но я вам часть интуиции экономической рассказал действительно в одни полу там были все участники но тогда все просто молодые в опционе второй цены кажется ты получаешь вторую ставку но все делают более агрессивные ставки и соответственно ожидаемый доход оказывается ожидаемый доход у отца оказывается одинаковые но если бы у меня еще было еще разменее что я сказал но я лучше может вспомнить здесь а вот нобелевские зрения по аукционам за какие аспекты примерно или нобелевские есть разные нобелевские уряды которые связаны с аукционами например вот есть но если вверх админиционных математических моделей то не менее оказал огромное влияние на экономическую ноуку это Ромик Коуз мы его знаем как автоинституциональный теоричок Марат известно что Ромик Коуз он работал даже не на экономическом стратеге он работал в юническом и многие его достижения были из чисто практических работ в частности у него была такая работа в которой он предложил он предложил мобильный спектр радио спектр во-первых радио спектр то что нужно для того чтобы если вы хотите сделать стандартную компанию вам нужно немножко спектр ваш сигнал проходил вам нужно сделать часть радио спектра если частоты 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 это не совсем физический объект но по-моему чтобы частоту больше никто не использовал есть частоты для служб есть частоты военные есть частоты которые видны есть частоты что пришло в голову Коузом что во-первых этим частотам можно рассматривать физические объекты присваивать могу сказать просто что вот эту частоту мы отдаем не такое дело а такое дело и главное что он в этой же работе предложил их продавать на опции что мы можем просто разбить частоты на куски эти куски продавать тогда может быть пейджеры компании купят а когда пейджеры вышли из моды на программу это не компания перекупивая пейджерная компания для аэроспекта а там становится больше ступи платили тогда они не компания покупают то есть в каком-нибудь смысле в этой работе даже не было ни одной формулы но этот поворот был совершенно совершенно революционный он писал про то что его можно продавать по частям как и другие вещи сейчас не поверят насколько людей это абсолютно абсолютно и лично так значит те ангельские выряды которых отказал Леонид Бурбитц Роджер Майлсом и Элит Маскин они получили за разные работы это не странно Леонид Бурбитц был теоретической плановой экономикой это не такая уж простая связь он был математическим экономистом который пытался анализировать теоретически основу плановой экономики как он может работать и для того чтобы сравнивать плановую экономику с рыночной нужно было как-то регулировать рыночную транзакцию он моделировал с помощью первых моделей Роджер Майлсом среди прочего доказал теорему о адекватности доходов от разных аукционов соответственно он правильно понял как думать про эти аукционы и попутно он стал одним из основателей теорий принципала Герна который на практике следует примерно следующее что если вы хотите человеку создать правильные стимулы то у вас имеет никакую свободу в выборе именно интенсации если вы еще сроки назад это было понятно что если вы выходите от человека который стоит что он сидит и когда вы определяете то чего вы хотите от него добиться то уже слышим что определяет спектр как бы значит ну я по-моему у нас большая часть работают по аукционам но про аукционы описал ситуации в которых аукцион первой цены приносит больше выдачи чем аукцион второй цены и наоборот он пример простая ситуация когда участников есть какое-то обращение к риску то аукцион первой цены он более выгоден для продакца потому что он более рискованный чем например английский аукцион аукцион первой цены на английском аукционе мы как бы можем свою подстраивать для одинаковых участников соответственно мы тогда рискуем меньше аукцион первой цены мы пишем только заявку мы рискуем больше у нас есть отвращение к риску это значит что мы чтобы риск избежать готовы больше соответственно если по какой-то причине вот у нас участники боятся риска а мы хотим собрать побольше денег тогда нужно аукцион первой цены 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 м м трасс м м м м м м м Продолжение следует...